Всем привет, ребята! Сегодня не очень хорошие новости для всех, кто создавал сайты на Adobe Muse. И в этом видео поговорим об этом и о предстоящем курсе по натяжке шаблонов Adobe Muse на движок KMS WordPress. Сегодня мне пришло письмо и всем, наверное, кто подписан на новости или покупал продукты Adobe Muse, пришло письмо, да, такого содержания. Adobe заявил о завершении разработки новых функций для Adobe Muse CC. 26 марта 2018 года, то есть это сегодня, мы выпустим финальную версию Adobe Muse. Мы продолжим оказывать техническую поддержку всем активным клиентам Creative Cloud до 20 мая 2019 года, ребят. То есть произошли не очень хорошие вещи, получается, Adobe Muse как бы все, умер. И поговорим сейчас о курсе, который я готовил и который, наверное, многие уже ждали, что, скорее всего, есть смысл прекратить это все занятие. Просто у меня уже была ситуация, когда я выпустил курс анимации с нуля в Adobe Edge Animate, видеокурс очень долго над ним работал, и примерно через год Adobe Edge Animate также ушел с рынка. Его не стало. Да, к нему на смену пришла другая программа, флэш там вот они переделали что-то, в общем, я в ней уже не разбирался даже. Ну и ситуация такая, что повторяется, вот это их тенденция, захотели, убрали продукт с рынка, плевать им на компании. Представляете, вот эти все конторы, которые живут за счет создания виджетов, продают виджеты, да, подписки, сколько их уже за эти годы выросло, что им делать, то есть нет для кого будет делать эти виджеты, потому что Adobe News не будет обновляться, ядро не будет обновляться, у нас все быстро сейчас обновляется, то есть структура кода шаблона будет устаревать, и никому нафиг такие лендинги старые не будут нужны. Естественно, продолжать виджеты, создавать разработчикам, наверное, поддерживать, обновлять виджеты тоже не будет. Я пока не знаю, как это все повернется, но пока вот так вот. И я не знаю, что делать по поводу нового курса. Напишите мне в комментариях, у кого было желание, желающие вообще. Есть ли смысл вообще его записывать? Я, слава богу, еще пока ничего не записывал, то есть у меня на стадии начальной еще разработки, в связи со своими насущными делами, проблемами, я отложил запись вообще создания материалов, натяжка шаблонов Adobe Muse на KMS WordPress, то есть тот курс, который я планировал сделать в этом году. И в связи вот с этим заявлением, получается, я не вижу смысла в создании такого курса. Это не долгосрочный курс. Зачем это все натягивать, это все делать, обучаться этому, если потом, через какой-то год, это будет все неактуально. За год много чего поменяется. У нас сейчас меняется все быстро. И я это видео сейчас записываю зачем? Чтобы сказать тем, кто об этом еще не знает, по поводу таких вот не очень хороших новостей по Adobe Muse. Затем я записал это видео, чтобы спросить у вас, чтобы вы мне написали в комментариях ваши мысли. Может быть, что-то вы скажете, что-то умное мне подскажете, что, не знаю, позволит мне мотивироваться и все-таки сделать этот курс. В общем, я не вижу смысла в запись этого курса. Соответственно, если этого курса не будет, если я его не запишу, точнее, я хотел вообще вебинар провести, но сейчас уже не имеет это значение. Курс это будет вебинар, потому что, скорее всего, все накрылось медным тазом. И если все-таки я ничего не буду делать, в этом году, конечно же, какой-то курс будет. То есть на очереди будет какой-то курс на актуальную тему. Это лендинг пэдж на WordPress. То есть я пока ничего не знаю, это просто мои мысли. Скорее всего, потому что такого курса у меня еще не было. Это многим будет интересно. Взять какой-то интересный билдер и все там разжевать с нуля до профи, чтобы сделать полноценный классный лендинг с большими функциями на именно WordPress. То есть на Joom у меня уже было, но WordPress не было. Так как я сейчас плотно занимаюсь WordPress, делаю бесплатные уроки, поэтому мне нужно будет сделать еще и платный продукт, чтобы у меня было полный спектр обучающих уроков для всех желающих. Поэтому вот такие вот новости, вот такие вот невкусные пироги и реалии таковы, что у нас на сегодня все рушатся, все эти планы по поводу Adobe Muse. Просто адобовцы вот так вот делают уже не первый раз. Я не хочу просто напороться опять на те же грабли, как с Engine Animate. Я там буквально успел его создать, чтобы хоть немного на нем заработать, на этом курсе. И через год продукт умер. И соответственно мой курс тоже. Нет было смысла оставлять его на продаже, я его слил в общий доступ на свой канал YouTube. В общем, вот такие дела, ребят. Прошу прощения, конечно, за плохие вести, но не я их принес. Поэтому жду от вас комментарий под этим видео. Ваши какие-то идеи, пожелания. Все внимательно прочитаю, выслушаю вас. На этом здесь все. Меня зовут Федор Васильев и увидимся с вами в следующих видео. Пока-пока.